Сегодня в нашей программе мы расскажем и покажем, как работает на себя Дмитрий Минской. В Краснодаре у него парфюмерный бутик. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Что это за магазин вообще? Что это за формат такой у вас? Формат? Это формат нишевой так называемой парфюмерии. Многие ее называют элитой, но на самом деле одно из самых доступных благ, так скажем. Почему именно физический магазин? Зачем вам эти площади, может быть, стоило через интернет? Сейчас очень многие торгуют. Нет, дело в том, что парфюмерия не позволяет работать в интернете. Человек, не услышав аромата, не поняв, что это его, не может купить просто по шаблону, по какому-то там, вот, понравился флакончик, красивый, я это возьму. Ну, пойдемте, посмотрим на вашу витрину, как у вас там. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Идем вниз, да? Да, хорошо. Сокольный этаж. Как вы выбирали, как-то это помещение подбирали? Да, смотрели, выбирали. Дело в том, что решили, что здесь будет уютней. Ну, вообще, на самом деле, главное ароматы, а уют – это просто один из способов расслабить человека и позволить ему отвлечься от внешнего каких-то своих проблем и сосредоточиться на выборе парфюма, потому что это, на самом деле, непросто. Для нашей парфюмерии огромных полок необязательно, то есть собраны те марки, которые мы хотели показать людям. То есть толк покупателей с тележками здесь не нают? Нет, нет. Бывает такое, что два-три человека в день заходят, и как раз вот это вот и хорошо, потому что с человеком мы можем разговаривать, то есть с каждым клиентом по часу, по два. Можем присесть, выпить кофе, обсудить какие-то там истории, связанные с парфюмерией, либо какие-то новости о том, что происходит в мире парфюмерии. Насколько люди вот этим всем интересуются? Насколько они готовы прийти сюда и просидеть здесь час? На самом деле, открываясь, мы даже не представляли, насколько много людей интересуются парфюмерией как искусством. То есть мы пытаемся объяснить людям, что это не просто какие-то красивые ароматы, там запахи, это именно культурная составляющая, правильность ношения парфюмера, опять же. Мы работаем где-то порядка полутора лет, и все больше и больше людей интересуются парфюмерией. Приходят, спрашивают, что же у нас тут такое, кто-то совсем ничего не знает. Ну и также появляются ценители, люди, которые коллекционируют, люди, которые интересуются именно конкретными какими-то ароматами. То есть кто-то ходит, ищет запах кожи. То есть конкретный какой-то, который понравится только ему, который не найдешь там в сетевых парфюмерных магазинах? Нет, есть, например, много всяких вариаций кожи или табака, например. Человек любит запах табака? То есть кому-то нравятся такие ароматы? Запах дыма или жженых листьев, или каких-нибудь, не знаю, сочных апельсинов. Это как раз так называемая нишевая парфюмерия. Парфюмерика – авторские работы. То есть в основном здесь у нас представлены французы, есть пару марок итальянских. Вы ведь по образованию, говорите, строитель. Нет, по образованию я экономист. А, экономист даже, но работали в строительстве. Работал я, да, в совсем другой сфере я строил. Вот, строили, а потом… Ну, парфюмерия – это было увлечение. Началось с того, что… То есть вы просто любили духи, наверное, какие-то? Да, да, я начал чувствовать остро, чувствовать запахи. Бросил курить, на самом деле. Началось с того, что просто завязался табаком. Вот, и со временем все больше стал обращать внимание на красивые ароматы. Вот, чем дальше, чем больше, ну, для меня открывался мир парфюмерии, я все больше этим увлекался. И потом, со временем, вот, чем больше увлекался, тем больше узнавал людей, которые с этим связаны. Вот, познакомили меня с одним человеком в Москве, который… Я увидел, как горят его глаза. И он для меня открыл мир парфюмерии совсем с другой стороны, что это как раз именно эмоциональную составляющую. В первую очередь, почему занялись? Мы знаем, кто это создает. Это живые люди, это живые эмоции, это вещи, которые создают человек под впечатление, например, чего-то. Как только открыли магазин, появилось очень много марок, которые нужно было изучать, ну, естественно, было интересно, что это, как это. И первое время очень сложно было рассказывать клиентам, так как мы сами ничего практически про это не знали. То есть на уровне любителя и увлеченности собственной, то есть та база знаний, которая была, вот, ту мы и применяли. И потом, со временем, потихоньку, помаленьку, начали изучать все больше, все больше изучать литературу. Как вы выбираете, что именно продавать? То есть вы на свой вкус как-то ориентируетесь? Ну да. Да, в основном выбирали то, что нравится нам. День начинается с того, что мы приходим и выбираем, что же будет сегодня. Постоянно пробуем на себе в любую погоду, как аромат себя поведет, чтобы можно было рассказать человеку. Очень много клиентов приходит, мы на них наносим, они ходят с этим. Не даем людям покупать на эмоциях, потому что здесь сначала нужно выбрать, подобрать правильный аромат. И если ты его правильно подбираешь, то человек чувствует себя комфортно. Как правильно подобрать аромат? Все начнется с того, что вы любите. В первую очередь с того, что вы любите. Потом в процессе разговора мы задаем человеку вопрос, где он собирается эти ароматы носить. Для какой цели он это носит? Есть люди, которые хотят, чтобы от них пахло много. Много и все знали, что он сюда зашел. Что прошел и потом за километр. Если мы узнаем, что человек, например, работает в офисе, то есть это большие скопления людей где-то, мы стараемся увести от ароматов, которые, допустим, будут раздражать остальных. Есть люди, которые не хотят совершенно ничего слышать. Хочу много шоколада. Есть люди, которые приходят и говорят, что я хочу пахнуть баблом. Пахнуть? Есть уместность ношения парфюма, и это мы тоже людям пытаемся донести, объяснить, рассказать. И таким образом, с помощью вопросов, подборов, приходим к чему-то, выбираем несколько определенных ароматов, наносим человеку на кожу и отправляем человека погулять, повлюбляться, так сказать, в аромат, посмотреть, как ему понравилось, не понравилось. На вторую, третью встречу мы выбираем еще несколько ароматов, а потом делаем выбор. То есть это прям такой индивидуальный подход? Да. Чтобы приобрести у вас флакончик, нужно к вам прийти несколько раз? Желательно, да. Желательно, потому что некоторые ароматы могут просто напугать. Ну, так вот, да, чтобы это поприять. А второй, третий вдох будет совсем другой. Ну да, к нему нужно привыкнуть. Более нежный становится, более аккуратный, то есть... Как вы учились всему этому? Есть много литературы, есть много коллег, с которыми можно пообщаться, которые могут тебе что-то рассказать, подсказать. Вот, опять же, наши дистрибьюторы, они проводят обучение. Но в основном все обучения, которые и существуют, они нацелены на продажи. То есть это больше коммерческая составляющая, что нам особо не нравится. То есть мы больше нацелены на донесение красоты, аромата до человека, нежели там продать. То есть тебе продали, ты на эмоциях купил, это здорово, через 2-3 дня ты понял, что это вообще не твое. И впечатление, например, вообще о парфюмере может испортиться. Ну вот ваша жена, я, сколько понимаю, пошла встречать, да? Да. Как раз клиента. То есть вы вдвоем. То есть вы и жена, вам приходится постоянно здесь находиться? Ну, мы живем здесь практически. То есть вот большую часть своего времени мы здесь проводим, поэтому создавали достаточно уютное место, где можно находиться, ну, практически как дома. Ну, как сбежать там, не знаю, на выходной? Как вот вы ищите, когда можно отдохнуть? Ну, отследить этот момент очень сложно, потому что люди приходят в самое неожиданное. Либо это утро понедельника, или в выходной, самое разное время. То есть вечерами и ночами вам могут позвонить? Бывают такие моменты, да, когда звонят вечером. Был такой у нас клиент, который там, нужно было срочно задобрить свою любимую, чтобы он так... Поргались? Да, какие-то разногласия. Он позвонил и попросил, срочно, ребята, откройтесь, мы уже ехали домой. Прошлось вернуться. Клиенты ваши, кто эти люди? Это, насколько я понимаю, достаточно состоятельные люди, у которых есть вкус. Чего хотят? Вот приходят и что хотят? Есть люди, которые вообще не знают, чего хотят. То есть они приходят, и они просто хотят, например, поговорить. Поделиться своими знаниями. То есть не обязательно прийти купить что-то. Многие наши клиенты приходят за ароматами и говорят, вы знаете, не хочется пахнуть, как все. Не хочется чего-то особенного, чего-то того, чего не будет у всех. То есть мы знаем, что большая часть нашей продукции, они находятся только у нас. Ну, достаточно дорого все равно, там за 100 миллилитров, там даже 15-20 тысяч, это не сказать, что дешево. Это не дешево, да. Есть ароматы, которые стоят очень много денег. И не все могут себе позволить. Да, можно сказать, что наши клиенты состоятельные. А все эти ароматы вам присылают прямо из Москвы, да? Да, да. С транспорными компаниями, слава богу, сейчас с этим делом. Не надо уже садиться в машину или в поезд и все это дело везти коробками, сумками, как раньше. Начинали, кстати, с этого. То есть вы возили прямо на самолетах? На автобусах, на самолетах нельзя, там больше 100 миллилитров. То есть багаж не принимали, как опасный груз. Поэтому поезд, машина, автобус и как только... Вам сейчас как раз пришел заказ, да? Да, ждем посылочку. Ну, пойдем сюда. Не будем мешать, да, пойдем. Можем вместе зайти. Спасибо большое. Не будем вас отвлекать. Идемте. Транспортная компания где-то рядом, да? Да, рядышком. Дмитрий, вот для вас сейчас все-таки этот магазин – это бизнес, зарабатывание денег или что? Или хобби? Никто не исключает зарабатывание денег. В любом случае хочется заработать. Но на данный момент этот магазин больше работает как хобби. То есть он сам себя обрабатывает, но бешеных прибыли мы отсюда и не ждали, то есть изначально. Ну и пока и не получаем. Мы позволяем людям прикоснуться к прекрасному. Ну и вот как раз этим мы и занимаемся, пытаемся людям донести красоту. Ну а как на этом зарабатывать все-таки? Ну сейчас вам приходится еще где-то работать, да, чтобы содержать семью? Ну да, да, работаем. Помимо этого есть еще. То есть это не основной бизнес. Ну а что нужно сделать, чтобы это стало бизнесом, приносящим значительные доходы? Ну это нужно время. Время, удача, правильное ведение дела. Но если мы это превратим в бизнес, то есть реально способ зарабатывать, нужно будет выходить из подвала, нужно будет попадать и агрессивно вести рекламу. Но тогда это потеряет эксклюзивность. То есть всегда существовали такие маленькие лавочки, которые больше были нацелены на хобби, на изучение, опять же, как вот говорил. Транспортная компания прямо в двух шагах. В двух шагах нам очень повезло. Мы как раз работаем. То есть мы совсем через дорогу перешли и сразу же здесь получаете товар. Есть для меня что-то? Да, есть для вас посадочек. Кто-то из Москвы? Сюда? Да, это все из Москвы. Отлично. Спасибо. Будем радовать клиентов. Все, спасибо вам большое. Сказали, показали, надухарили. Мы теперь весь эспиратором пахнем. Мне кажется, что на месяц вперед. Отлично. Спасибо большое. С хорошим настроением. Вам спасибо. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»